Всем огромный привет из Канады! И вы, конечно, по этой картинке догадались, в каком магазине мы находимся. Да, собственно, наверное, в названии написано уже. Вы уже прочитали. Но вот по этим курткам. Это такие очень узнаваемые курточки Uniqlo. Пойдемте снова в Uniqlo. Посмотрим, что там есть. В конце видео будут примерки. Вернее, не в конце, а, собственно, все видео будут примерки. Немножко я покажу, что есть в магазине. Но, собственно, особо показывать, опять же, пока еще нечего. Поэтому такого обзора отдельного не будет. А будет небольшой такой показ. А потом будут примерки после того, что я вам сейчас покажу. Что вам сказать? Никаких новых коллабораций к нам пока еще не завезли. Насколько я понимаю, везде уже завезли коллаборацию с Инессой. А Канада, как всегда, на задворках мира. Все получает в последнюю очередь. Ну, привезли много трикотажа, вот всякие свитера. Вот это, по-моему, новые такие свитера. Лапша, знаете, с горлом. 100% шерсть по 50 долларов. И вот эти вот трикотажные такие пальто. Тонкие такие, как пальто. Длинные кардиганы. Там много намешанной всякой синтетики шерсти. По-моему, там 3% или вообще ничего нет. Может, вообще шерсти нет. Каждый год Uniqlo делает такие вот кофты. Но немножко в разных вариантах. Вот, опять же, много трикотажа, много свитеров. Немножко есть кардиганов. Некоторые из них из шерсти. Некоторые из них синтетические. Немножко подорожало у нас Uniqlo. Я это заметила. Потому что раньше свитера, которые стоили по 40, сейчас стали 50. Вот чисто шерстяные свитера стоили 40 долларов. Сейчас они стоят 50. Ну, кому легко, а никому не легко сейчас. Это вот шерстяные, кстати, свитера. Они, по-моему, представлены в четырех цветах. Вот видите, вот две такие. Одно такое, вернее, один такой ярко-желтый. Потом коричневый, синий, черный, серый. Ну, в общем, очень-очень базовые цвета. Вот это такие тонкие пальто без подкладки. Тоже очень базовых цветов. Бежевые и бежевые. Немножко темнее, светлее. Стоят они немало. 109 долларов. Ничего себе. Но в них какая-то присутствует шерсть. По-моему, 40 с чем-то процентов шерсти в этой ткани. Но вот без подкладки и без ничего. 109 долларов как-то дороговато, конечно, я считаю. Светера с горлом. Это тоже, по-моему, новое у них. По-моему, у них как-то раньше не было вот такой вот тенденции. Светера были все просто круглый вырез. Или ви, или мысом, или что-то такое. Но вот с горлом как-то не было. Эти шерстяные тоже свитера. И тоже, по-моему, за 50 долларов. И есть очень симпатичные цвета. Ну все. А сейчас давайте перейдем к нашим любимым примеркам. Я надеюсь, что вам понравится и будет интересно. Всем привет. Огромный привет с примерочной Микло. Ну что, моя любимая примерочная Зоне-то. Большая такая, удобная, просторная. Здесь музыка довольно громкая в этой примерочной. Так что я не знаю, если мне удастся ее перекричать. А если нет, то буду записывать озвучку. Давайте посмотрим на меня. Здесь, опять же, маленькая примерочная. Поэтому трудно снимать издали. Что очень жалко. Ну ладно. Мне платье сегодня из Юникло, кстати. И всем оно хорошо. Единственное, что оно довольно сильно медское, когда сидишь. Ну, в принципе, это как бы центральная ткань. Это вискоза. Поэтому, как бы, что поделать. Ну, такая, знаете, легкая помятость придает некоторую такую расслабленность образу, я считаю. Вот. А потом у меня такая вот накидка-кофта из Зары. Украшение вот этой зоны из Зары. А это из Секонда нашего. Я мне часто занимаюсь. И босоножки. У меня тоже вот эти шлёпанцы из Зары, которые я, простите меня, что я второй виде в одних этих шлёпанцев, потому что они очень удобные. Я когда снимаю, мне надо много ходить, много двигаться. Поэтому я стараюсь как-то надевать вот эту ногу. И сумочка у меня вот в цвет кардигана. Китки, кардиганы, я даже не знаю. Дело в том, что я вот, если честно, надела вот это всё вместе. Я до сих пор не уверена, что они хорошо сочетают эти цвета. Такой жёлтый или ментоловый. Мне кажется, что это интересное сочетание, но я не... Может быть, не идеальное. Вот вроде бы и ничего, а вроде бы и какой-то диссонанс немножко, правда? Я просто добавила немножко синего, потому что у меня вот здесь вот на кусок такие синие, сине-сиреневые такие кусочки были. Восемь кусочек. Можно было бы, конечно, надеть синюю обувь или взять какую-нибудь синенькую сумочку, но я уже решила не перегружаться. Всё такое, знаете, такие хорные цвета, чтобы добавлять ещё... Я думаю, что мне придётся озвучивать, потому что у меня такое ощущение, что какой-то жуткий шум, музыка, всё крохочет, там люди шумят, вообще не как всегда. А что я говорила? Я говорила, что я не хотела перегружать синими деталями сильно, а эти такие маленькие, а уже обувь в сумку, это уже большие детали. Ну ладно, давайте к примеру. У меня ещё есть там снаружи некоторая одежда. Мы сегодня будем делать монохром, поскольку ничего такого нового особенного не прибавилось. Я векло. Ну, прибавилась одежда, но ничего такого интересного. Никаких коллабораций, пока ничего. И мне одна моя подписчика или зрительница, я её написала в прошлый раз, когда я снимала Венекло и жаловалась, какое здесь всё скучное, какое здесь всё однообразное. Она сказала, написала мне, что из скучного это не скучно, не однообразно, а это база. И из этого можно создавать интересные базовые образы. Ну, в общем, как бы, кто-то из скучного создаст. И вот я решила попробовать постараться. создать из базы, тем более, что выборов большого у меня нет. И у нас сегодня не только база, у нас сегодня монохром. Так, первый образ из серии «Базовая база». Вы знаете, что я подумала? Я никогда в жизни не примеряла джинсы от Венекло. И я решила, чтобы сейчас, в самый раз, в самое время, примерить джинсы от Венекло. И я вам скажу, что мне, в общем-то, нравится, как они сидят. Мне кажется, они совсем... Мне кажется, они совсем неплохие. Я должна вам сказать, что я... Это настоящий челлендж снять здесь видео, потому что вокруг меня, с двух сторон, в кабинках, жутко кричат люди. У меня одна зрительница спросила, что канадки такие шумные. Потому что каждый раз, когда я снимаю видео, я все время кого-то перекрикиваю. На сей раз это мужчины. И я, если честно, тоже потрясенная, пораженная. Я и ответила то же самое, что я считала, что канадцы это такие, знаете, тихие, выдержанные такие спокойные норды. А на самом деле канадцы жутко шумкуют. Я это бы не замечала, пока я не начала снимать видео в примерочных. И я поняла, что я все время должна кого-то перекрикивать. Все время то продавцы там шумят, верещат, хохочут, то люди в соседних кабинках просто дурными голосами орут. Ну все, короче, высказалась, пожаловалась. Теперь давайте покажу вам, что я надела. Надела я самая базовая база. Ой, как мне жарко, кожу. Значит, свитер голубого цвета, базовый. Я сейчас делаю синий нахруп. И синие джинсы. Я хочу сказать, я потом покажу размер. Я хочу сказать, что мне нравится джинсы мелько. Это размер, не знаю, потом покажу. Значит, они с высокой посадкой. Немножко такие манты, джинсы, немножко такие бананы широкие. И они довольно неплохо сидят. Во всяком случае, лучше, чем я ожидала. Я не знаю, почему я не ожидала ничего хорошего от джинсы и не пловно, но все равно еще как-то они не были у меня на радарах. И сейчас я подумала, вот как раз в случае, когда ничего не другого, можно примерить. Можно примерить джинсы. И вот с таким вот обычным базовым голубым свитером, мне кажется, это выглядит очень симпатично, очень неплохо. Сейчас снимаю вам в полный рост, потому что здесь маленькая кабелька. Значит, вообще, конечно, не в тему моей шубы, но то, что есть на мне, то есть. Вот так это выглядит. Свитер с джинсами. И я вам скажу, что мои украшения очень в тему подошли. Опять же, такая, знаете, базовая база. Вот если надеть сверху вот такие вот яркие, большие, заметные украшения, база перестает быть базой, по-моему, да? Базовый образ становится совсем не базовый. Красиво, по-моему, симпатично. Давайте пойдем дальше. Так, я еще принесла такой жилет. Я себя скоро буду лупить по рукам, когда я говорю слово так, когда я начинаю в видео. Это какая-то такая, знаете, слово-паразит. Причем у многих блогеров, я вам хочу сказать, что это... Ну, в общем, я не одна такая, но это ужасно. Такой зеленый... Синий жилет. Мне отбивают мозги и шум. Может быть, вам не слышно, но я не знаю. Я просто херею, извиняюсь. Жилет. Без рукава. Ну, естественно, жилет. Опять же, жилеты сейчас это какой-то такой супер-тренд. Я решила вот попримерять. Но поскольку я делаю монохром, в принципе, я хотела принести какую-то синюю блузу, но я не нашла. Поэтому я меряю с этим свитером. Просто разные оттенки синего. Представьте, что это какая-то блуза. В идеале она должна была быть длиннее, чем этот жилет. Как бы вот так вот выглядывать из-под него. Но если бы это был не свитер, а какая-то такая из ткани блуза, длинная, было бы очень, мне кажется, очень неплохо. В общем, вот что-то такое. Еще раз скажу, что джинсы, в принципе, мне нравятся. И вот это вот синий-синий синим. И тут я снова налепила свои бусы сверху. В принципе, может, эти можно спрятать. Тогда будет. Мне кажется, так вот лучше тоже. А то эти бусы и жилет, сколько вещей нам еще бусы, как-то это тумачно уже. Ну, в общем, вот такой вариант. Если представить на мне другую обувь, какие-то, допустим, синие ботиночки или сапоги, то будет. А лучше вот такого вот голубого цвета. Цвет вот этого свитера. Будет очень симпатичный. Продолжая тему синего-умного хрома, я принесла потрясающее пальто. Оно просто такое классное, я вам хочу сказать. Оно осталось одно. Я не знаю, оно на селе, поэтому это не новая коллекция. Это, видимо, с летом. Не знаю, с осени, с весны, то есть, наверное, еще. Это коллаборация J+. Вот это вот. Оно, конечно, довольно дорогое, но оно такое классное. Оно очень интересное. Я потом его сниму. Оно здесь вот сделано снаружи, как плащевка, а внутри оно сделано, как пуховик, такая баллоне. Очень необычная вещь, интересное пальто. Оно, мне оно правда очень нравится. И прямо очень классно подходит к моему синему монохрому, который я тут пытаюсь вам изобразить. Такое от них, шикарное. Просто шикарное. Показываю вам пальто в формировку, оно очень классно. Пережидаем шить. Супер. Оно на замке. Оно довольно теплое, девочки. Я сейчас с меня потечет вообще Ниагарский водопад. Я стою в свитере, в жилете, в теплом пальто. Вообще на улице лето пока еще. У нас довольно жарко. И в примерочной довольно жарко. Снимаю и постепенно вам показываю пальто. Оно такое с карманами, в общем-то. Ой, маленькая, например, чтобы не развернуться, не отойти. Куда бы мне так повесить, чтобы я могла вам снять. А вот так вести. Я повесила его на двери. Теперь я могу немножко издалека его снимать. Вот такое вот оно из такой вот ткани. Оно внутри вот такой вот баллон. Замок. Давайте посмотрим состав. Вообще такой стоил он 250. Сейчас оно стоит 150. Размер медиум. Что в нем, что? Давайте читать. Значит, сверху оно 90% полиэстер, 10% шерсть. Я так понимаю, вот это вот. Вот это ткань. Значит, наполнитель 90% пух. И 100% перо. Слушайте, у него шикарный, шикарный наполнитель. Я прям тоже немножко так загорелась этим пальто, потому что у него, у него очень хороший состав. Вот этот вот наполнитель, пух перо в Канаде, это считается the must на зиму, потому что всякая синтетика, как бы считается, не очень греет. А вот это вот то, что надо. Почему-то отдельно написано, из чего сделаны рукава. Ну ладно. А, наполнитель рукавов. Извиняюсь. Нет. Ну, в общем, сложно, сложно, как все сложно. Что-то то, что под рукавами, подкладка, 100% найлон. В общем, так странно, что здесь отдельно, в общем, отдельно ткань, отдельно в рукавах, то, что под рукавами. А что такое тут с рукавами, что они так специально отдельно обозначены? Не знаю. Ну, в общем, хорошее пальто, девочки. Правда, хорошее. Я прям даже, может быть, подумаю насчет него для себя, не только для примерки, потому что 150 долларов для фухового пальто, это у нас, в принципе, не так уж и дорого. Вообще, можно сказать, дешево. Жилет взятый мной, размер медиум. Я бы хотела побольше, но не было. Я хотела ларш, чтобы он такой был свободный, большой, широкий, из блузы, с такой, но не было большего размера. Состоит он, почему-то называется он серый, хотя мне кажется, что он синий. И 60% хлопок, 40% акрил. Вот так он выглядит. Свитер. Очень красивый цвет. Правда, он такой сиреневый, синий, голубой, сиреневый, не знаю. Я взяла размер смол, но вы видели, он довольно большой. Я специально взяла смол, потому что я хотела померить его сверху с жилетом, с этим, потому что я, опять же повторюсь, не нашла блузку. Поэтому я понимала, что мне придется мерить жилет с этим свитером. Значит, он стоит 40 долларов смол, размер, состав его входит 60% акрилик, 30 нейлон, 8% шерсти и 2 спандекс. Мэйден Камбоди. Сделано в Камбоди. Камбоди. Камбоди это Камбоди. Камбоди, Камбоди. Ой, что-то я... Забыла. Как правильно говорить? Джинсы у нас. Джинсы у него стоят 50 долларов. Так же, как Заре. Интересно, да? Немножко дороговато мучить. Ну, вы знаете, что мне кажется, что они стоили раньше 40, а сейчас у нас все как-то подорожало. У нас все стало на десятку дороже где-то примерно. Значит, размер у них... Давайте посмотрим. Написано, что это женские джинсы с высокой посадкой. Ну, ничего не написано. Мамс, Папс. Ничего не написано. А размер у них, значит, 28-й... А, Relaxed Fit. Вот Relaxed Fit это такие широкие ножки, такие, знаете, не облегающие, не в обтягу он, короче. А Ankle Length это значит, что они до щекотки. Но мне они в самый раз подлиннее. Вот. И еще раз. 28-й размер. 71 сантиметр талии. У меня вроде побольше, но вроде бы как-то влезло в них. Ну, ладно. Комплимент мне сделала, извинякнул. Следующий монохром... Я не сказала слово так. Похвалите меня. Следующий монохром такой бежево-коричневый. Темно-бежевый, светло-коричневый. А это платье и такая вельветовая курсочка. Мелкий такой вельвет. Штрокс это называлось у нас в моем детстве. Знаете, очень приятно, очень симпатично. Я вообще люблю эти платья Nikko. Люблю за свое... Они есть разных цветов. Они есть еще вот такой цвет. Есть бордовый и черный. У меня есть подобное платье, но с рисунком. И я люблю эти платья. Вот они очень удобные. Это такой трикотаж. Оно, знаете, такое не облегает, не очень не жмет, не давит нигде. В то же время такое женственное. Расклешивается внизу. Расклешается. Расклешивается. Что-то у меня сегодня с русским языком плохо совсем. Вот. И вот с такой вот курточкой. Вообще курточка тоже симпатичная. Очень приятная. Мне кажется, что они тоже есть разных цветов. Есть такая, есть черная и есть... Пойду потом сниму, скажу вам. Поставлю картинку, как их она из цветов. Но давайте уже музыку сделаем так, чтобы уже вообще гремело. Правильно? Так, снимайся в полный рост. Давайте что-нибудь вытащим в каком-нибудь украшении. А то как-то очень скучно, да? Моя душа требует какого-нибудь... Хоть чего-нибудь. Ну, вот такой вот длинная такая цепочка сюда очень вписывается. И мои шузы очень вписываются, кстати, правда. И давайте я возьму свою сумку и добавим к монохрому немножко цвета, чтобы было симпатичнее. Так, вот это вот курточка. Видите, такой мелкий-мелкий гельбет. Такие вот пугольцы обычные. Германы. Очень замечательно. Стоит она 60 долларов. Ну, немало вообще. Видите, они называют это бежевый цвет. Я бы сказала, что он светлокая. Ну, хотя бежевый, да. Бежевый. Все правильно, бежевый. И в ней 7 стрикотон, 26 район и 1 спандекс. И что-то еще 100% котон. А, вот здесь вот есть небольшая подкладка. Это вот она, видимо. Ну, конечно, вельвет, он и есть вельвет. Он котон. Ну, что же он может быть еще больше. Да. Вот такая штука. Ну, приятное. Платье-платье. Вот такое вот платье-платье. Очень базовое, но мне кажется, с ним можно сделать очень много интересных образов. Опять же, украшения, обувь, сумки, пояса, джаки. Вот оно прям такая базовая база, с которой можно делать все, что угодно. Стоит он на 50 долларов, не так страшно. Размер медиум я мерила. Единственное, что в нем сплошная синтетика. 41 акрелик, 3% шерсть, 16 полестров, 12 налогов. Ну, такая жизнь пошла, что за 50 долларов вы можете купить только синтетику. Хорошего качества, неплохого качества. Синтетика. Все синтетики рознь. Я очень спокойно отношусь к синтетике. Мне она не мешает жить. Я вполне могу в ней существовать. Я, как бы, не человек, который носит только натуральные ткани. Ну, вы можете себе догадаться, что если половина моего притяжи обоизвечена им за юникло, то понятно, что я ношу всякие ткани, натуральные и ненатуральные, но не испытываю никаких неудобств. Не потею, ничего. Даже летом, если честно, смотря в какой синтетике. Юниклофская синтетика, она хороша, и в ней, в общем-то, я в ней не потею. Ну, как же все-таки благороден молочный цвет. И как все-таки красив молочный монохром, особенно такой вот светлый. Сейчас я вам расскажу. Этот образ один сплошной эксперимент. Это пижама. Ну, как бы, у них это производится как пижама. Такие брючки шаровары, атласные. Знаете, из такого атласика, сатинчика. У них были бежевые брюки, вернее, такие молочные. Спортивные такие, трикотажные. Я хотела их сначала взять, потом решила, что это очень скучно. Давайте сделаем что-нибудь такое необычное. Вот я принесла эти брючата пижамные. И мне кажется, что в этом что-то есть. Потому что вот трикотаж, трикотаж и вот такой вот шелк, оно придает какого-то разнообразия. Потому что если бы брюки тоже были трикотажные, было бы, наверное, как-то скучно. А так очень весело. Мне кажется, что безумно весело. А вам? Как кажется? Ну, правда, что мне кажется, что сочетание текстур, вот когда вы делаете один монохромный цвет, то текстуры, в принципе, сочетание текстуры имеет место быть, потому что когда все в одном цвете, то чтобы немножко разнообразить и развеселиться, то все дело можно сочетать вот такие вот гладкие трикотаж, рубчик и вот такой вот атласик. Прикольно, по-моему, правда? Единственное, что мне кажется, что эта кофта мне как-то маловато. Ну, вы знаете, у него как-то карманы выпирает. Но я одела ее, я сейчас вам скажу. Это свитер экстрологич. Я специально взяла побольше, чтобы он прикрывал, так сказать, проблемные зоны, как мне написали в одном виде, что проблемные зоны надо прикрывать. Но я, в общем-то, согласна, да. Ну, правда, я ответила, какие проблемы. Сейчас у нас будет позитив, у нас нет проблем. У нас все зоны имеют место быть, их можно показ открывать, посмотрите на красной дорожке. Там такие тети в таких нарядах, все на показ. Неважно, какая комплекция и какой размер. Так что мы берем пример с нашего передового кинематографа, поэтому я шучу на самом деле, я прикалываюсь, сочки, вы понимаете, да? Так, вот. Но вот эта кофта должна была быть побольше, вернее, на этот свитер. Она прям так, так вот, потрескивает на мне немножко. Сейчас я посмотрю, какой-то размер. По-моему, медиум важно было бы ларч. И как-то у него, видите, вот в карманы выворачиваются. Или опять же, потому что она маленькая. Вот я без кофты. Такой бежевый... Молочный слоненок. Молочный поросенок. Знаете, мне нравится. Правда прикольно. Мне даже нравятся эти штаны. Если честно, у меня есть похожие такие черные и защитные. Вот, как бы я не здесь покупала, а в другом магазине. Но они очень похожи. Я их ношу как бы на улицу. Они продавались как брюки, а не как пижемы. Ну вот, так что. Смотрите. Ну вот. Ну что, да? Правда? Неплохо, правда? Ну что ж. Давайте снимем пальто. 60 долларов оно стоит. Ну, конечно, дороговато опять же. Потому что, ну все это... Я думаю, что они доживут до распродажи. Все эти вещи. Потому что это не коллаборация, ничего особенного. В них нету. Тем более, что... Видите, называется он Off-White. Это такой бежевый, бежевый молочный. Off-White. Это молочный цвет. 28 акрил, 28 полиэстр, 26 нейлон, 18 моделл. В общем, совсем, совсем ничего. У меня нет притягательного. Я имею ввиду по качеству. Пришли тетки и начали орать в соседней кабине. И это размер медиум. Конечно, мне надо было побольше. Особенно вот на такой свитер, который нам... Свитер размер... Extra Large. Я вас не обманула. Extra Large. Представляете? И он совсем... Да. Совсем небольшой. Совсем он не такой уж и огромный. Я бы даже сказала, что он совершенно нормального размера. Вообще даже ни разу небольшой. Так. Стоит он 40 долларов. Тоже Off-White цвет. Ну, это вот базовая база. Акрил, полиэстер, 5% сервис. Ну, вот так. Вы знаете, обычно в Винни-Кло всегда все свитера были такие гладкие. А сейчас это вот у них много свитера. Что они... Грубчик такой. Брючатом. Пижамка. Ну, прям пижамка. Так. Они стоят 30 долларов. Размер видео. Цвет называется натуральный. Сто процентов полиэстер. Ну, ладно. Хорошенькие. Мне прям они нравятся. С карманчиками. Класс. Как пижама и не только. Вы знаете, что? Мне кажется, что это не канадцы. А у мерочных наших какая-то безумная акустика. Как-то они так все построены, что здесь акустика как в Лоденском оперном театре. Я не знаю, честное слово. Какое-то просто... Не знаю. Тут, наверное, концерты могут быть. Вот так слышно хорошо. Вот. Короче, монохром это хорошо, девочки. Но давайте немножечко разбавим наш монохром. И вот я хочу вам сказать, что вот это платье. Вот с этим вот кардиганом. Во-первых, кардиган выглядит лучше, потому что тот свитер. Вот этот вот свитер. Он очень, конечно, толстый под низ. А вот это платье. Мне кажется, это идеальный вариант. Это тоже как бы монохром, потому что платье бежевое. Бежево-коричневое. И не молочная. Молочная кофта. Мне кажется, что это очень красивое. Очень красивое. Мне кажется. Мне кажется. Смотрите. Опять же, тупики мои в тему. Сумочка не в тему, но добавим еще один цвет. Свеженько только просто. Свежим. Это правда красиво. Мне правда нравится вот это сочетание. Более светлое пальто. Как бы чуть-чуть более темный. Темный низ платья. Но в принципе в одном тоже. Красиво. Мне кажется, красиво. Прямо шикарно. Знаете, как будто не Энеклоу. Какой-нибудь Маш, Сандро или что-нибудь такое. Я не помню. Я сняла платье без ничего? Потому что я, по-моему, примеряла там с чем-то сверху. Или не сняла? Или сняла? Если я не сняла, то снимаю еще раз. Сейчас тоже полный рост. Вот так оно выглядит. Очень-очень приятное платье. И снова разбиваем монохром. Джинсы синие, синий жилет. И вот это самое бежевое платье. Что тут с карманами происходит? Что тут с карманами, не помню. Они как-то выворачиваются. Или это я как-то плохо надела? Не знаю. Но вот опять же, монохром это красиво. Но два цвета это тоже очень красиво. Особенно очень красиво, когда внизу темное, а вверху светлое. Потрясающее сочетание. Светлое пальто и темный низ. Даже вот простые джинсы. И просто они как бы одного цвета с этим жилетом. Получаются очень красивые. Мне кажется, очень красивые. Мне даже больше нравится, чем монохром. Ну как бы монохром это такое, знаете, течение. Вот одеться все в один цвет. Но если честно, мне кажется, что два цвета хотя бы сочетаются. Таких неярких, умеренных. Вот темно-синий и молочный. Вообще молочный идет совсем. Вот такое пальто, девочки, на самом деле, ну как кофта. Кардиган длинный такой. Просто супер выглядит со всей. С любой одеждой, которая надета вниз, действительно придает образу такое что-то. Как будто в это что-то очень дорогое. Все, девочки, такие у нас сегодня были две мерки. Надеюсь, что вам понравилось было интересно из вещей. Пока на самом деле я ничего не подождем. Во-первых, распродаж или... Потому что вещи на самом деле ничего особенного, ничего необычного. Вот такие, знаете, ну... Ну, если нужно, то вот их можно как-то интересно посочетать. Мне стало интересно джинсы. Потому что вот неплохие джинсы. И вот это синее пальто, которое я еще раз, наверное, померю и подумала. Потому что, в принципе, для нас пальто пуховое за 150 долларов. И оно такое интересное, довольно теплое по ощущениям. Вот, подумаю на одни, потом расскажу. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. С вами была ваша диета из Канады. Пока, пока, пока.